Михаил Михайлович, достойная игра в целом, поэтому, я думаю, расстраиваться не стоит. Поменяли всю линию атаки по ходу матча только для того, чтобы освежить игру, или были какие-то претензии к нападающим? Нет, нет, абсолютно никаких претензий. Понимали, что необходимо еще добавить скорости, свежести не только при организации атаки, но еще при организации обороны, потому что соперник тоже выпустил быстрые фланги, они поменяли группу игроков. Поэтому нам необходимо было в эту позицию, и чтобы помогали игроки, которые вышли, Наир, Антон, Тимур, Сулейманов, дать больше скорости, так скажем, и движения. Поэтому, в принципе, справились с этим заданием, ребята. Почему я спросил? Второй вопрос. Наверное, вы не согласитесь, команда, вернее, даже, скажем так, атакующая линия, слишком далеко располагалась за линией мяча, и ждали, когда мяч к ним прилетит. Мне так с трибуны показалось. То есть мало игроков принимали участие в развитии атаки, и больше ждали, когда мяч придет к ним. Вот что скажете? Наверное, я не прав. Абсолютно не согласен, потому что есть разные фазы игры, когда мы атакуем позиционно, когда мы выбегали в быструю атаку, и когда и по насыщению, и по количеству у нас достаточно большой была группа игроков, когда мы там оказывались. То есть понятно, что были моменты, если мы низко обороняемся, и мы с отбора пытаемся выходить в атаку, так, естественно, количества у нас может не хватать в этих моментах. Но это какие-то разовые случаи. Но все остальное, в принципе, мы достаточно неплохо выглядели. Я сказал сегодня сейчас нашей команде, что было видно, что ребята не согласны на ничью, что мы атаковали, мы были в хорошем функциональном состоянии, мы двигались, мы прессинговали, хорошо отбирали, были остры. У нас было большое количество моментов, поэтому если бы мы реализовали их, я думаю, что счет был бы положительный с точки зрения победы. Поэтому, ну, в любом случае, как мы любим говорить, что каждая очко это в копилку идет, поэтому все поступательно. Спасибо, Александр. Михаил Михайлович, добрый вечер. Ну, команда, которая была в начале сезона и сейчас, могу сказать, личное мнение, две разные команды. Сегодня, конечно, локомотив был намного ближе, это вы правильно сказали, к победе. Но у меня вопрос такой, вот вы заменили рано Пеняева, это молодой игрок, это креативный игрок, это быстрый игрок. И все-таки, скажем, у вас есть свое видение, я, в общем, понимаю, почему вышел к князьям и так далее. Ну, может быть, как бы найти ему все-таки место, чтобы он побольше времени проводил, все-таки от него пользы в любом случае будет всегда. Ну, он же тоже большой объем работы выполняет, участвует и в обороне, и выбегает в атаке, не только на мячи он играет, да, поэтому естественное, как бы, его состояние, когда силы начинают его покидать. Да? Нет, 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 но мы видим, что снижается двигательная активность определенная, снижается острота, и был момент, когда вот ближе к 65-й минуте он, ну, в меньшей степени встречался с мячом. Поэтому нам бы хотелось туда добавить более быстрого игрока, ну, я имею в виду на тот момент времени, который добавил бы скорость, динамики, агрессии. Поэтому, и, в принципе, Наир этот темп предложил команде соперника, так же, как и Тимур, так же, как и Антон. Спасибо. Еще вопросы? Да. Михаил Михайлович, о состоянии Карпокуса хотелось бы узнать. Он восстанавливается, подходит уже, в принципе, планово к общей группе, там ничего критичного нет, единственное, что нам, ну, мы планировали уже, чтобы он с этой недели начал, но, к сожалению, еще потребовалась неделя для его восстановления, и очень надеемся, что он начнет готовиться на следующей неделе в общей группе. Ну, вот, на предстоящей.